всем привет дорогие мои друзья мои подписчики гости моего канала мои бравенькие девочки мои матушки вас всех приветствую короче я иду в темных очках как вы говорите оле носи очки оля надела очки и сейчас я вам расскажу я недавно ролик посмотрела я всю дорогу иду смеюсь я в этих очках не только ничего не вижу но я и не слышу вот хотите смейтесь хотите плачьте короче вот ролик на тик токе посмотрела там к окулисту пришла ну скажем женщина пришла окулист окулист дала и сами знаете как одно вот это закрыла и говорит говорите букву она значит закрыла одно один глаз и говорит окулист говорит а это какая буква она отвечает а вы-то сами где где так и я а вы-то сами где поэтому с очками у меня ничего не получается вот не знаю как ходят люди я не знаю я вот иду сейчас я иду сейчас по прямой думаю я буду учиться ходить в очках но девочки это бесполезный номер потом я вам что хочу сказать я например терпеть не могу когда со мной начинает кто-то разговаривать в очках я просто терпеть не могу я не понимаю какое выражение глаз а мне надо считывать человека понимаете вот какая синя холесенькая правда ой бабенка куда хошь так девочки на повестке дня вот такой вопрос даже не вопрос а тема тема ну какая-то дама женщина или девушка я не знаю когда я говорила про ребят что очень много я вчера у себя буквально под окном наблюдала две сцены но ребят больше затрагивать не буду ладно это то что что имеем то имеем тут уже никуда не деться хорошо вы все согласились ладно вот так вот одна дама написала мне ну бабенка бабенка наверно которая воспитала академика понимаете и сейчас скорее всего у ней сын ну как минимум там понимаете где вот но я думаю это далеко не так и я думаю что бедный она человек так вот она написала что и там поставили 25 лайков комментарии этот убрала не знаю я ее не блокировал убрала почему объясню значит так все время стараются меня уколоть моим сыном не хотела затрагивать эту тему но скажу девочки мой сын уехал 15 лет назад когда был мир покой и тишина вот уехал потому что у человека было хорошее знание английского ему нравилась страна первый раз он попробовал съездил на лето вернулся сдал сессию и на второй год он снова решил поехать заработать денег все работал он там не академиком работал он там и грузчиком и мувером и хирувером и не знаю там чего вот ну когда второй раз поехал остался да мы об этом не знали что он останется мы настаивали чтобы он вернулся но выбор был за ним так вот вопрос как вы мамочки мамочки бабушки как вы считаете должен ли сын взрослый сын жить с мамой я считаю что это противо естественно это не просто нельзя этого делать а противо естественно если сын живет с матерью значит вывод вывод и свои высказывания я не буду делать вы сами напишите вот ну какой сын может жить с матерью это понятно ой девочки я сломала очко все пипец сломала может на одной ухе я вот так буду ходить теперь вот так даже одно ухо слышит ну в общем не мое это вот так кто-то мне позвонил но всегда не вовремя так вот вот такая тема по поводу моего сына я попрошу не комментировать тем более я знаю кто это пишет я представляю кто вы из какой губернии вы пишете ну хотите нравится вам обсуждать обсуждайте конечно на просторах интернета конечно ходите свистите и ходите размножайте эту информацию неправдоподобную вот а то что он родину предал я тоже так не считаю а еще я вам хочу сказать что мой муж отслужил за двоих и он кстати царство ему небесное он всегда говорил я отслужил за двоих да потому что мой сын за ой мой муж закончил хоть и гражданский институт иностранных языков и был завучим в школе он пошел в армию и дослужился до подполковника своими силами своими знаниями на я нисколько не буду даже стыдиться что он был самый культурный и самый умный в бригаде в части нашей я убеждена в этом ну ладно речь сейчас не о муже а вот оправдываться я не собираюсь перед вами это очень печально мне ваш жаль мне ваш жаль но я убеждена я убеждена что вы мне так пишите но ваш сын не там не там если он вообще у вас есть так вот такая тема ладно проехали я иду на спорт настроение шикарное а вот что еще хочу вам сказать я сегодня сегодня молодец у меня есть один комментатор я не буду называть чтобы вы там ничего не писали этой даме мне она очень приятная мне нравится что у нас совпадают мнения вот и по этому поводу что я хочу сказать значит когда я работала в транс нефти вот мы их когда я пришла я уже отработала порядка наверно ну может пяти шести лет у нас было у нас были все возрастные дамы и мы работали в унисон а потом стали набирать молодежь так вот я вам хочу сказать я не хочу никого там поливать грязью или еще но то что у нас коллектив разделился на два на два буквально коллектива и молодежь вот что удивительно мы же всегда говорим мой старухи да они там да там сплетни да там то нет девочки как только появилась молодежь подождите минутку так у нас стал сыпаться и рушится наш коллектив потому что вот эта молодежь стала собирать сплетни стала носиться возле руководителей стала лизать и подлизывать потом естественно нам объявили что надо мне выбросить куда-то эти очки а или они открутились а и в общем не нужны не я вот сюда положу может мастер какой может кто-то найдет и сделает правильные девочки но не умею я ходить них вот и поэтому конечно сейчас коллективу нет нигде нигде особенно я поработала в медицине это вообще конечно кошмар кошмарный что творится в медицине вам даже не снилось вы даже себе представить не можете это настолько там разобщенный народ нас и прям удивительно что врачи на высшем уровне и медсестры одни сплетни просто сплетницы я прям поражалась думаю господи я еще понимаю санитарки ну там ниже ниже этот ну вот такой разобщенный был коллектив а вот как потом и девочки на рассказывали они же во многих поликлиниках работали везде и сказали что тут еще ничего ты не представляешь что творится в других то есть они все поедом съедают друг друга вот так вот такие сегодня у меня темы ну что я хочу чтоб пенсом прибавили всем нам пенсом прибавили до тысяч тридцати пенсию чтобы мы жили и вуз не дули вот поэтому фу девочки я сяду посижу я вся мокрая все я пришла к своему фитнесу я пришла к своей какая бабенка хорошая сидит посмотрите в кроссовочках в этих шортиках кто там говорил они мне малые вон какая красавица красавишна так что вот сейчас пойду позанимаюсь а вы конечно там судить и обсуждайте ну сын живет уже 15 лет там уже там ребеночек американка чистокровная потому что жена у него американка и поэтому и поэтому постарайтесь постарайтесь сына моего не трогать меня можете хоть хоть куда хоть куда запихать уже и так на всех каналах только и говорят обо мне я так поняла ну а с другой стороны это хорошо спасибо большое народ подписывается смотрят что я очень интересный блогер очень интересный со мной можно поржать со мной можно а поговорить на любые темы и мне очень нравится когда когда нормальные адекватные люди потому что вот буквально вчера я выпустила ролик на тему я говорю про депутатов а мне пишут про учителей нормально да про учителей тоже я бы много чего сказала да вот у нас питере получает очень хорошие зарплаты особенно особенно директора и завучи они все ездят на представительского класса автомобилях я думаю что они не три копейки стоят поэтому вы мне не рассказывайте но если у семьи нет денег а ребеночек хочет какую-то секцию ходить они не скажут иди вот я училась я была голь-переголь шестой ребенок 7 7 еще 7 был никогда никто бы не сказал из учителей если бы я хотела идти плясать танцевать или на сцене выступать мне бы никто никогда не сказал что у тебя денег нету ты не пойдешь никогда такого не было никогда а сейчас пропала душа душевность сейчас ведь мы только хаять можем хаять мы сейчас можем только обсуждать а руку помощи никто не подаст вот и все тому ребеночку я сейчас про ребеночка говорю а то сейчас опять начнется кто чё понял кто как понял мы как глухой со слепым разговариваем вы наверно тоже те которые недослышат или вы не придумывайте на ходу хорошо вот поэтому я конечно за чтобы все получали но и особенно в школах да они должны получать но но и ребятенки должны должны быть в каких-то секциях мы вчера с подружкой долго разговаривали и я говорю ты вспомни нас ты вспомни мы же из школы не вылазили это дом родной был у нас классный руководитель нас учила и хворост печи что-то шить и чего-то там вязать и и она с нами просто проводила время а сейчас нет сейчас отвел уроки не не запомнили задание приходи за отдельную плату будем с тобой заниматься сейчас так а вы говорите да целовать вот все там учителей не знаю ну и тем не менее как бы чем мы не говорили но я вам хочу сказать так американская школы наша ну у нас например это третий класс наверное по сравнению с пятым шестым классом американской школы американец приезжает со своим ребенком нашу наш вернее русский возвращается из америки с ребенком ребенок допустим учился в седьмом классе и его даже в пятый класс не возьму потому что он не тянет программу не тянет у никто не то оценок то у них еще там какие-то они как а отсталые отсталые а вы говорите поэтому вы особо если не понимаете то так просто не лепите вот такие вот дела все девочки я я записала вам сейчас пойду и в зал пока там буду ходить ролик запишется спасибо огромное кто за заходит и подписывается спасибо девочки вам большое кто меня поддерживает огромное спасибо мне без вас просто никак огромное спасибо за ваши лайки и комментарии вот еще раз повторяю все негожие комментарии оскорбительные комментарии но во-первых они многие комментарии я не вижу их тормозит youtube 2 я вам хочу сказать если комментарии которые в мою сторону оскорбительные будут конечно вы полетите в банну перед этим я буду отправлять жалобу это я буду делать обязательно вот поэтому если вам нравится оскорблять оскорбляйте ну ждите оплевуху когда-то вак вам прилетит никогда то я думаю что не пройдет так сказать и полугода как прилетит все равно вам оплевуха будь здоров все всем всего доброго всем пока пока сейчас мы зайдем с вами в мой клуб любимый и все вот сейчас я найду ключ так что вы так девочки что-то не запускаем в общем и такие его дела фонтанчик у нас работает вот какая красота просто красота всем всего доброго пока пока всех люблю и обожаю